В эфире программа «Итоги недели» в студии Джилдес Джумабекова. Здравствуйте! И к главной теме недели депутаты Джоурпу Кенеша утвердили структуру правительства, предложенные Сорунбаем Джиенбековым. 112 парламентариев проголосовали «за». Не обошлось без замечаний и скепсиса по поводу эффективности работы исполнительной власти, компетентности новоиспеченных министров. Но были и те, кто поддержал представленные кандидатуры. К примеру, Ахлбек Джиапаров отметил, что министрами не рождаются, ими становятся. Он-то знает, что такое держать экзамен в парламенте. Сам был министром. Как говорится, при желании завалить можно любого. Итак, все замечания и предложения будут учтены. Правительство сохранит преемственность ранее принятой программой Кабинета министров. Диана Мамекова обо всем подробно. Больше полумесяца весь состав Кабинета министров работал с приставкой ИО. В то время, пока депутаты были заняты формированием новой коалиции, в правительстве успели провести анализ некоторых министерств. По итогам были сделаны изменения. Коалиция большинства была создана в начале ноября, а на днях парламентарии выслушали программу, рассмотрели состав и структуру правительства. В целом, Джогур Кукиниш утвердил новый состав Кабинета министров и одобрил программу правительства. За программу из 116 депутатов проголосовали 106, остальные 8 – против. Что касается структуры и состава, то «за» проголосовали 112 депутатов, против – 4. Состав правительства практически остался прежним. Новые лица лишь в некоторых министерствах. Итак. Вице-премьер-министром по социальному блоку назначена депутат Чулпон Султанбекова. Занимавшая эту должность Гульмира Худайбердиева теперь стала министром образования и науки. Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности Эмили Арацы будет руководить экс-депутат Нурбек Мурашев. Еще один нардеп Талай Гули Сакунова теперь занимает должность министра труда и социального развития. Джамшидбек Калилов – министр транспорта и дорог. Министр юстиции – Уран Ахметов. А вот главой Министерства внутренних дел стал Улан Истраилов. Однако до этого баталии между правительством и Джогурку Кенешем длились два дня. Сначала предложение Суромба Дженбекова рассмотрел профильный комитет, затем депутаты коалиции большинства. А уже на следующий день весь состав парламента. Некоторые депутаты высказались о возможном сокращении вице-премьеров. Дженбеков же сказал, что сейчас все должности оправданы. «Многие министры остались на прежних должностях, нужны были изменения лишь в некоторых ведомствах. К примеру, Панкратов активно работает по направлению ЕАЭС. По вопросам границ тоже нужен отдельный человек – это Джаниш Розаков. Социальный блок тоже необходим». Но у правительства есть цель оптимизировать ведомства. В будущем дублирующих должностей не будет, сказал премьер. Он также объяснил, в связи с чем он поменял глав некоторых ведомств. «Так, в минсельхозе нужен был человек, который работал в этой сфере. Мурашев 8 лет управлял кооперативом. Его предложила фракция Бирбол. Я счел нужным взять его на должность министра. Что касается главы Минюста, он очень опытный специалист. Повышал квалификацию в Японии. Молодой, амбициозный человек. Я думаю, он справится». Нардепов удивило. «Почему убрали с должности министра юстиции Джилдис Мамбиталееву. Я думаю, она из тех, кто является профессиональным юристом, кто знает своё дело. Поэтому я считаю, что надо было оставить её на посту министра юстиции. Тем более, в новом составе правительства мало женщин». «Ничего плохого не могу сказать о ней, но к её работе были претензии. В частности, она не смогла своевременно обеспечить координацию и систематизацию законодательства». Во время заседания некоторые депутаты попытались устроить экзамен для новоиспечённого главы МВД Улана Исраилова. Что в первую очередь он собирается делать на новом посту? «Какие реформы проводить, чтобы на должном уровне обеспечить общественную безопасность?» Исраилов сказал, что продолжит работу по борьбе с преступностью, по сокращению аварий на дорогах, осуществлению проекта «Безопасный город» и другие. «Да, я собираюсь проводить некоторые изменения в ведомстве. Реформы будут, но о сроках пока говорить не буду. Вступив в должность, я всё пересмотрю, и после оценки ситуации я смогу что-то сказать». Отдельные депутаты призвали своих коллег к сдержанности. «Министрами не рождаются, а министрами становятся. Поэтому я хочу некоторых своих коллег попросить не нападать на новых претендентов, а дать им время освоиться на этой должности. А когда наступит время, они, я надеюсь, ответят на все ваши вопросы». А к некоторым министрам не было почти никаких претензий. Они уже много лет добросовестно выполняют свои обязанности. Ирлан Абдулдаев занимает должность министра иностранных дел с ноября 2012 года. Чуть меньше своего коллеги руководит в области здравоохранения Таланпек Батралиев. Он пришел в министерство в 2014 году. Долгожитель, как называют журналисты, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Буронов. Он возглавляет свое ведомство с декабря 2011 года. «Кубатбек Буронов руководит МЧС уже довольно долго. Вы, как Шойгу, наверное, будете еще лет 17 возглавлять ведомство. Но и вы не сидите просто так. Помогайте своим коллегам, которые только пришли и не могут нам ответить. Помогайте. Вы же одна команда». Что касается программы «Доверие и единство», то она нацелена на выполнение приоритетных направлений развития. И основной упор сделан на продолжение начатой работы. Это налаживание рабочего взаимодействия с партнерами по ЕАЭС. Дальнейшая разработка национальных проектов, обеспечение экономического роста в стране, сказал Джейнбеков. Одним из этих направлений является строительство дорог. «Я возьму под свой личный контроль вопрос о строительстве дороги Бишкек-Карабалта. Я узнал, что ЕАЭС возбудило уголовное дело по данному поводу. Я, как глава Кабмина, не могу в это дело вмешиваться. Но, как гражданин Кыргызстана, хочу выразить свое мнение. Я не понимаю, почему они не возбуждают уголовное дело в отношении тех членов комиссии, которые настаивали на строительстве 45 километров дороги за 82 миллиона долларов США. Возбуждает уголовное дело на 70 миллионов долларов. Дело в том, что банк говорит, что 70 миллионов долларов хватит на строительство дорога. Комиссия заставляет отдать на строительство 45 километров дороги 82 миллиона долларов США. Как это понимать, в этом должны разобраться». Депутат Исао Мюрколов считает, что в Кыргызстане нет условий для инвесторов. По его словам, какой бы тендер ни проводился, по всем возбуждаются уголовные дела. «Инвесторы начинают работать первый раз, второй, а потом разворачиваются и уходят. Этого нельзя допускать», – сказал Умирколов. В итоге парламентарии поддержали новую структуру и программу правительства. «Мы сейчас хотим поддержать вас и надеемся, что вы будете нести ответственность. Вас поддерживает и президент, и мы. Я хотел бы вам сказать, вы не бойтесь никого и увольняйте спокойно нерадивых министров». «По программе высказано много критики, но я призываю вас принять все замечания. Мы пытаемся донести до вас голос народа. Этот год действительно был сложным. Мировой экономический кризис, санкции в отношении России – всё это оказало отрицательное влияние и на нашу экономику. Но правительство справилось и хорошо работало, и мы не можем этого отрицать». А накануне президент одобрил поддержанную парламентом кандидатуру Сорумбая Джейнбекова на пост главы правительства, а также подписал указы о назначении членов правительства. Диана Мамекова, Эльдиара Санбаев, Алмаз Нурмамбетов. Общественный первый канал. Итоги недели. Участок Ахтатыр-Исфана автодороги Ош-Баткен. Исфана сдан в эксплуатацию. Его протяженность – 87 километров. Дороги, как известно, это артерии страны. Без них невозможно развитие. Это дорожное полотно будет способствовать развитию не только области, но и будет важным транспортным коридором в регионе. В церемонии открытия принял участие президент в рамках своей рабочей поездки в Ошскую и Баткенскую области. Алмаз Бегатамбаев во время выступления отметил, что многие не верили, что эту дорогу удастся построить. И вот на радость, в первую очередь, местным жителям она теперь функционирует. Во время поездки глава государства также принял участие в открытии «Газпромовских фоков». Современные физкультурно-оздоровительные комплексы теперь есть в Аше и Козылкие. Новоселье справляют пограничники заставы в селе Чомкара и спецназовцы Баткена. Помимо этого президент посетил школы. Одним словом, программа была насыщенной. Ханат Канеметов расскажет. Последняя и, пожалуй, главная точка рабочей поездки президента в Южный регион – открытие вновь построенной дороги Актатыр-Исфана. Это участок стратегической трассы Ош-Баткен-Исфана. Ош-Баткен-Исфана – это действительно дорога жизни. Она идет в обход анклавов соседних государств. Совсем скоро, когда строительство дороги завершится полностью, поездки в Южные регионы станут комфортными, как никогда. Никаких колдобин – одно удовольствие. Для нас счастье, что построили эту дорогу. По делам я часто езжу в столицу. Так вот, все намного удобнее и лучше, чем раньше. Дорога идеальная, ровная-ровная. И главное – быстро добираемся из пункта А в пункт Б. Раньше как было? Три-три с половиной часа в пыли, грязи, уставшие добирались до Баткена. А сейчас это же расстояние и всего за час двадцать минут. Алмазбек Атамбаев заявил, что открытие этой дороги имеет большое значение не только для Баткенской области, но и для всей страны. Автодороги и каналы важны для республики и ее жителей так же, как и кровеносные сосуды для человека. Баткенская область Участок дороги Актаты Рисфана строили китайские партнеры. Думаю, что открытие этой дороги будет соусосовать развитию экономики в южных регионах Риклистана, но и создает условия для транснационального межрегионального транспортного коридора. И в этой связи могу сказать, что влияние и значение сегодняшнего события далеко выходит за рамки Риклистана. Местные жители сердечно поблагодарили главы государства за новую дорогу. Двухдневная рабочая поездка Алмазбека Тамбаева началась в Аше. Там он открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс для детей военных. Волейбол, футбол, борьба и другие виды единоборств. Спортом теперь можно заняться в комфортных и безопасных условиях. Из-за детей не страшно. И от дома недалеко. Спортзалы были далеко от дома. Теперь совсем близко. Надеюсь, что мои дети будут чемпионами. Фок – это не только красивое здание, но и километры проводов, труб. Все коммуникации проведены и подключены. Отделка здания сделана весьма качественно. Алмазбеку Атамбаеву показали результаты. Все сделано по уму и как надо. Глава государства поблагодарил «Газпром» за хорошую работу. С Божьей помощью такой спорткомплекс построен, что могут сюда приезжать. И я думаю, ближайший не только военный городок, но и жители Айлок-Муту-Джапалах. И, наверное, может быть, даже кто-то будет. Я не удивлюсь, с Аравана приезжать. Потому что это такой спорткомплекс, где можно будет проводить и соревнования, и растить будущих чемпионов. Это прекрасный подарок. Я хочу поблагодарить «Газпром». Потому что кроме своих обязательств, которые они тоже четко выполняют, вы видите еще один благотворительный жест. А таких физкультурно-оздоровительных комплексов будет построено по нашей стране 16. Благодаря российским партнерам в Кыргызстане больше нет опасности отключения газа, в том числе и на юге, заявил Алмазбек Атамбаев. Шантажировать страну уже не станут. Главное, я благодарен тому, что мы перестали переживать, будет ли зимой газ или не будет. Мы знаем, что «Газпром» договорится всегда с поставщиками газа. Это совсем другая ситуация, чем та, которая была несколько лет назад, когда с приходом зимы работники «Газпром» обивали пороги чиновников в Ташкенте. И мы не знали, будет ли свет или не будет, будет ли газ или не будет. Сейчас другая ситуация. Многие, вы знаете, всегда меня поливали и за газ, и за даткукемин. Но собака лает, караван идет. Зато мы теперь и с газом, и со светом. И поверьте мне, дальше будет лучше. Глава государства принял участие в открытии еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса, но уже в Кызылкие. Денег «Газпром» не пожалел, потратив без малого 4 миллиона долларов. Амазбек Атамбаев выразил надежду, что новое поколение кызылкийцев достигнет больших высот, как их земляк, Талгат Нигматуллин, и город будет развиваться. Я думаю, что Кызылкие предстоит еще раз Бог даст, второе рождение. Я уверен, что благодаря... Мы вот открыли Крыско-российский фонд. Я думаю, что Бог даст, на следующий год мы откроем такой же большой фонд совместно с еще одной страной. Если мы сможем нашим предпринимателям давать кредиты под минимальные проценты, на 5-10 лет, под 5-10 процентов нашим предпринимателям, фермерам, я думаю, это не за горами, когда каждый, кто захочет, сможет спокойно работать. Сидеть. Ведаем. Не менее важное событие и в другой части Баткенской области. У пограничников одноименного района открылась новая застава. Кинологи, собаками-следопытами и другие военнослужащие не нарадуются. Новая застава от линии государственной границы находится всего в двух километрах. Соломас, Сароди Алдаштар. Соломас! Алмазбек Атамбаев приехал на заставу Чонкара, чтобы лично ознакомиться с качеством строительства. Из республиканского бюджета потрачено более 50 миллионов сомов. Осмотрев казармы, глава государства попросил командиров заботиться о солдатах, хорошо их кормить и как следует отапливать помещения. Соломас, Сароди Алдаштар. Новую заставу, кажется, построили как надо и со снабжением проблем вроде нет. Командир заставы показывает склад с припасами. Там консервы, макароны, мука. Рядом склад с экипировкой. Новенькие простыни. Предусмотрели и досуг солдат. Здесь можно смотреть телевизор, играть в шахматы, шашки, читать книги, журналы. Кто любит музыку, можно поиграть на гитаре, комузи. Здесь проходит и обучение солдат и офицеров. Это пограничная застава контролирует 34 километра государственной границы. Местность весьма сложная. Рядом анклав Сох, много несогласованных участков. К тому же часть местности гористая, труднопроходимая. Мы сделали специальный макет местности в этой комнате. Командир даёт приказ, нарядом определяет их маршрут. Алмазбек Атамбаев не скрывает своего особого отношения к пограничникам. В период серьёзного ухудшения отношений с соседями, когда в ход шли гранатомёты, пограничники не отступили. Біздің чеғарачыларыны мана сатавыстын ұрпақтар деп айтсақ болу, ааа, гаманатты қылуатқандар алар, аскерлері мес. Складта отырғандар, менестерликта отырғандар, нақта чеғарачылар чеғарада дөліп, сіздерге оқшу. Ген, сіздерге менің абдан сыймықтана, бүт әлевіз сыймықтана. Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии ещё одного объекта, построенный для баткенского спецназа. Президент приехал в Баткен, чтобы ознакомиться с результатами строительства. Попутно ему докладывают, что ситуация на границе стабильная. Президент обошёл казармы и увиденным, кажется, остался доволен. В Баткене он был всего год назад, тогда глава государства вручил милиционерам ключи от квартир. А сейчас вот открыл здание для спецназа. Силерді гөріп, сүйіні ватам, на ақырқы, жылдардың ічінде гүч, түзімдері ғадым күдей, алына геліп, абырой гөтеріліп, башқа шабір гүчті гөріпатамда, эмі гүчті ойтсақ болады. Міна 13 жылы есімді бар, милицияның кеветі кейпін. Алғандары екі мінгі сом, ойлыған еч кім жоқ. Міністерлері кримінал менен берегіп, оппозиційнің әлтіріп. Улучшать материально-техническую базу милиции, выдавать сотрудникам квартиры нужно было давно. Но этим государство озаботилось всего шесть лет назад. Акырқы жылдардың ічінде, оны жылдан баштап милицияға берегі ғанчадылуғы маянға көтердік. Міна үйлер салынығы, ұлтатнақай шартығы үзімдің үзімдің үзімдің. Ал бетті қайқырасың, мінаға, үзімдің 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 үзімдің. Вполне комфортные казармы на 200 человек. Зал для теоретического обучения бойцов. Государство на все это денег не пожалело, потратив свыше миллиона долларов или 78 миллионов сомов. Я думаю, это один из лучших объектов. Я не ошибаюсь, я сгожу в республике. Для подразделения специальное назначение, необходимое для боевой поддержки подразделения, все имеется в этом здании. Бойцы признаются, что давно мечтали о таком комплексе. К тому же Баткен – это стратегически важный регион. И силовым структурам здесь нужно уделять особое внимание. Ещё одно радостное событие в Баткене – завершили строительство школы в селе Чонкара. До этого дети учились в ветхом здании, которое было построено больше полувека назад. Теперь все они переехали в новую школу. Условий в прежней школе не было никаких, классов не хватало. Завидовали детям из других школ, честно говоря. Футбольное поле мне нравится. Оно большое. В новой школе всё лучше. И классы больше, уютнее, и спортзал отличный. Эта школа тоже построена по наказу местных жителей. В своё время они обращались к президенту с просьбой о строительстве нового учебного заведения. И Атамбаев о просьбе сельчан не забыл. Школа рассчитана на 425 ученических мест, полы деревянные, чтобы ножки не мерзли. С отоплением тоже проблем нет. Президент призвал жителей ничего не жалеть для дальнейшего обучения детей. И стараться сделать всё, чтобы они стали образованными. Балдар ды окуткылы. Балдар окуса, абдан келече ген болы танкеніп, Біздің ең негізгі балығы біз, біздің элевіз, біздің балдар. Анүстіні баткен жергесі де, башқача де. Міна егер де альсақ, Кокон хандығының болғаны бір кыргыз ханы болған. Ал да башқа бір аталалған, Полат ханды. Рокшындығында, Исхак, Малдадығын, кыргыз жигит болған. Андан киында бұна баткенден чыргыз.